Евгения Егорова к чудотворному образу Пресвятой Богородицы, избавительнице от бед, пришла поклониться с благодарностью. Пять лет назад она специально поехала в Ташлу просить у нее, чтобы забылась главная мечта в жизни. Чудо не заставило себя ждать. Господь услышал молитву, считает Евгения. У меня родилась дочь, а теперь у меня сын. А так как у меня уже возраст, видно, преклонный, под старость лет у меня теперь дети. Иерей Андрей Цыганов впервые услышал о Ташлинской иконе Богородицы, избавительнице от бед, когда учился в Верхотурской семинарии, что на Урале. Тогда образ был местной Самарской святыней. С недавних пор Синод канонизировал ее для почитания по всей России. Икона очень действительно чудотворная. Все, наверное, в Самаре, с чего начинаются паломнические поездки, это, наверное, скорее всего, как раз с монастыря Строицкого, который находится в Ташле. И вот, наверное, в первую очередь пробегают к этому образу иконе избавительницы от бед. Просим, чтобы нам даровала любовь, вот такую ревность и любовь ко Христу и даровала нам духовное возрастание, физическое возрастание. Чудотворный образ Богородицы в октябре 1917 года выкопала из земли крестьянка Екатерина Чугунова, где искать икону ей указала во сне сама Дева Мария. Вскоре на месте удивительной находки забил родник. Святой источник, как и образ Богородицы, избавительницы от бед, известна не только в нашей стране, но и за рубежом. Считается, что две эти святыни обладают целительной силой. Сама Божья Матерь для нас является чудо-заступницей и нашим покровителем во всех делах. Мы обращаемся не к конкретной иконе, не к самому дереву, а к Божьей Матери, которая нас слышит через это и которая помогает, которая всегда является для нас этим целебным источником. Два месяца чудотворная икона Богородицы будет путешествовать по городским церквям. До 11 сентября к ней можно будет приложиться в Софийском соборе. Затем ее ждут прихожане в храмах святых апостолов Петра и Павла у губернского рынка и Богоявления Господа в Волгарии. Потом икону снова вернут в Софийский собор. Оттуда отправят в Покровский у стадиона «Динамо». Затем на очереди Иверский женский и Воскресенский мужской монастыри. Ежедневно там, где будет находиться образ, будут проходить по три молебна Богородицы. После литургии, затем в час пополудни и после вечернего богослужения. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Лет с трех вот это все любил.